Всем привет! Если у вас зимы остались замороженные ягоды или просто уже появились свежие, то можно приготовить вкусный заливной пирог. Ягоды нужно заранее разморозить, а сливочное масло также заранее вытащить из холодильника и нарезать ножом. Затем добавить к нему сметану, сахар и все хорошо перемешать. В соду мы добавляем муку отдельно и затем уже просеиваем в тесто. Не забываем, что по правилам мы сначала смешиваем сухие ингредиенты, потом влажные и уже соединяем. Вот такое получается эластичное тесто. Его нужно замешивать до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к поверхности. Проверяю я это вот так. То есть следов не остается, значит тесто готово. Далее подготавливаем форму для выпечки. Если это необходимо, я смазала сливочным маслом и присыпала манной крупой. Тесто мы делим на две части. Одна побольше, другая немного поменьше. Та, что побольше, раскатываем и укладываем в форму. Делаем бортики. Бортики должны быть высокие, где-то сантиметра три, потому что мы будем добавлять заливку. Здесь уже Рита портит мой пирог. Этого делать не нужно, а нужно просто убрать форму в холодильник. А мы в это время пока подготовим начинку. Для этого размороженные или свежие ягоды нужно засыпать крахмалом и сахаром, чтобы они у нас сильно не расползались внутри пирога. Все аккуратно перемешиваем и приступаем к заливке. Для заливки нам нужно смешать сметану, сахар и яйцо. Затем достаем нашу форму из холодильника, укладываем на дно ягоды. Все это заливаем сверху и украшаем пирог по желанию. Можно сделать какие-то фигурки, можно сделать красивую решетку из оставшейся части нашего теста. Выпекать пирог нужно около часа. Плюс-минус смотрите по вашей духовке. Я даже оставляю его в ней остывать в приоткрытой духовке, чтобы он полностью был холодным. И тогда он будет очень вкусный и можно садиться пить чай. Ну и конечно мы с Ритой. Желаю вам приятного аппетита!